Иисусе мой прелюбезен, сердцу сладостей Первым царем из рода Романова стал Михаил Федорович. Это произошло 400 лет назад, в 1613 году, после долгих лет разорительных для страны смуты. Михаил Федорович родился в 1596 году и был сыном представителя древнего московского боярского рода Федора Никитича Романова и боярыни Ксении Ивановны, урожденной Шестовой. В царствовании Бориса Годунова Романовы, активно участвовавшие в политической борьбе, подверглись опале. Отец будущего царя Федор Никитич был пострижен в монахе с именем Филарет. А мать приняла монашество с именем Марфа. В смутное время Романовы получили возможность вернуться из ссылки. Сначала Михаил проживал в своей вотчине, в Клину. А после свержения Василия Шуйского и прихода к власти Семибоярщины оказался в Москве, где и находился все время, пока город осаждали русские ополченцы. После освобождения Москвы осенью 1612 года Иннокене Марфа с сыном Михаилом поселились в Костромской вотчине Романовых в селе Домнине, а затем укрывались от преследования польско-литовских отрядов в Ипатьевском монастыре в Костроме. Тотчас после освобождения Москвы от оккупантов началась подготовка к Земскому собору, ставшему самым представительным и многочисленным из всех земских соборов, собиравшихся на Руси. Созванный для избрания царя Земский собор 1613 года остановил свой выбор на 16-летнем Михаиле Романове. Претендент на престол устроил всех. В силу своего возраста он не был замешан в смуте, представлял почтенный старомосковский род, а также был родственно связан с прежней династией Рюриковичей, приходясь внучатым племянником царицы Анастасии Романовны, первой жены Ивана Грозного. Все это давало надежду на возврат к старине. Узнав о желании русских людей видеть Михаила своим царем, поляки решили его умертвить, направив отряд в Костромскую водчину Романовых. Встретив водчиного старосту Ивана Сусанина, поляки приказали показать им дорогу. Сусанин согласился, но повел врагов в противоположную сторону, а к Романовым послал своего зятя, чтобы предупредить их о грозящей опасности. Сам же Сусанин, заведя поляков в глухие места, принял от них мучительную смерть, отдав свою жизнь за царя. В марте 1613 года послы из Москвы прибыли в Кострому, огласив в Ипатьевском монастыре решение Земского собора об избрании Михаила Федоровича на московский престол. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok